Развитие туризма в Ненецком округе. Этой теме посвятили заседание Постоянной комиссии Собрания депутатов. Законодатели обсудили реализацию окружного закона о создании благоприятных условий для развития туризма. Итоги туристической деятельности в регионе за прошлый год представила заместитель губернатора Галина Медведева. Кроме того, она определила основные векторы развития туристической отрасли и проинформировала о перспективных планов региона в этой сфере. Глава, как отметил заместитель губернатора Галина Медведева, 2015 год стал успешным и плодотворным в сфере развития туристической деятельности. Согласно статистическим данным, поток туристов в округе значительно возрос. Стат данные о количестве обслуживающих туристских путевок и ночевок, они возросли у нас. Несомненно, и общий поток на сегодняшний день 34 тысячи человек по сравнению с 13-8 тысяч. Сюда входят прежде всего и те, кто непосредственно участвует в туристических различных экспедициях и так далее. То, что проводят у нас туроператоры и продают путевки, если в 2013 году их было тысяча, то на сегодняшний день, на конец 2015 года, 3740 путевок было продано только туроператорами. Также Галина Медведева отметила, что Ненецкий округ успешно заявляет о себе на федеральном и международном уровне. Так, Ненецкий округ принял участие в национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, в Северо-Западном федеральном округе, в указанной премии спортивного состязания оленеводов Семенхат-Мерита и туристко-краеведческий проект «Форум дружбы на уворота в Арктику» завоевали призовые места. Также в конце прошлого года удалось организовать рекламно-информационный тур «Доступная Арктика». По итогам заседания постоянной комиссии парламентарии рекомендовали Департаменту образования культуры и спорта усилить контроль над деятельностью подведомственного учреждения Туристического культурного центра и организовать общественное обсуждение проекта комплексного развития туризма на территории Ненецкого округа на период до 2025 года.